В Усть-Каменогорске штрафуют чиновников, ответственных за очистку городских территорий от снега. Полицейские вывели больше 30 фактов некачественной уборки автодорог и тротуаров. Этот год вообще выдался очень снежным и богатым на штрафы как для коммунальных, так и автодорожных служб. И даже представители КСК попали под штрафы за неубранный снег. Наш корреспондент Вячеслав Витлугин рассмотрел то, что еще увидели представители местных коммунальных служб и узнал, сколько же стоят неубранные сугробы. К жетону и жезлу прибавился фотоаппарат. Вот так во всеоружии полицейские следят за зимним содержанием городских автодорог. В фокусе камер, заметенные тротуары и проезжая часть. Мы видим у вас и фотоаппарат, и журнал. Скажите, что стараетесь зафиксировать и для чего все это? Справку УДС пишем по дорожной сети, где снег не убранный, где пешеходные знаки не видно. Засыпанные снегом переходы «Зебра» в Усть-Каменогорске представляют из себя слепую зону для водителей и пешеходов. Люди вынуждены идти на свой страх и риск. Причем надо убедиться, что тебя еще пропускают. Без хорошей координации к автобусным остановкам пешеходам тоже не подойти. Во-первых, не посыпают. Вот снегопад идет, чистят, вроде чистят, но это ладно, здесь вроде чищено. А есть места, где вообще не посыпают и ничего. Как пробираетесь через сугробы? По следам, след, след. В январе стражи порядка сфотографировали сугробов на 33 правонарушения. И один такой неубранный сугроб обходится в 53 тысячи тенге штрафа. Взыскание получили первые руководители местных коммунальных служб. Сужается эффективная ширина проезжей части. За неудовлетворительное содержание улицы дорог в безопасном для движения состоянии, а также за неисполнение выданных нами предписаний, пять должностных лиц дорожно-коммунальных органов города уже привлечены к административной ответственности. Свои недоработки коммунальщики признают. Дорожники жалуются на нехватку рабочих рук и спецтехники, на неукомплектованный еще с прошлого года штат сотрудников. Очень много жалоб остается по тротуарам. И мы именно охватить этот тротуар, мы увеличиваем количество работников. Сейчас у нас в общем 124 человека работают. Вообще еще желательно человек 40, наверное. В этом году бюджет коммунальных организаций областного центра все же увеличат. Местные власти докупят снегоуборочную технику, а число дорожных рабочих доведут до 170 человек. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Усть-Каменогорск.